Еще-еще всем добрый день! Нью-Йорк с вами! Весна, зима или что-то непонятное 15-го года. Вы знаете, я еще раз остановилась. Ой, что-то волосы у меня щекочут, у меня шею. Ой, я вот так иногда думаю. Слушайте, такая непонятная эта Америка. И особенно для тех, кто только-только сюда приезжает, очень много непонятностей. Я вот решила поделиться с вами этими своими непонятностями. Как я Америку не понимаю иногда, с иронией, без иронией, как хотите, вот это мое понятие воспринимайте. Так я и американцев порой тоже не понимаю. Что они такие все странные? Это странная Америка, эти странные американцы. Вообще, вообще, вообще. Вот, например, так странно, вот как-то этим непонятным американцам удалось стереть грань между городом и деревней. Вот вы понимаете, вот стерта эта грань. Вообще непонятно, где эта грань проходит. Есть ли она вообще? Вот выезжаешь, например, из Нью-Йорка, из большого города. Вот едешь, едешь, вроде город позади, а впереди, ну, где вот эта деревня? Вот вроде вот, вот вроде как деревня. Едешь, едешь, вроде как деревня. А смотришь, большие дома, а раз через блок, какой-то огромный торговый центр, большой-большой торговый центр, огромный такой кинотеатр. Такого кинотеатра и в Нью-Йорке-то не найти. Ну, не найти такого. Едешь дальше, едешь, а дорога все лучше, глаже. Такая, знаете, противная, такая блестящая иногда дорога. А иногда дорога едешь, а у нее такие огоньки в середине все желтеньким светятся. Так противно как-то становится. Деревню не найти никак. Едешь, едешь, вдруг госпиталь. Такой огромный госпиталь. Не просто одно здание, а комплекс целый. И парковочки, и машины такие блестящие, все красивые. И думаешь, у нас в Нью-Йорке-то такого госпиталя не найти. Вы понимаете, черт побери, ну так вот едешь, едешь, а уже и следующий город, а деревни ты так и не увидел. Ну, есть какие-то фермерские хозяйства, но они что-то такие все малюпупенькие, не знаю. Особенно едешь по восточному побережью, ну нету деревни, стерта эта грань. Не понимаю. Или вот, например, вот прописка, да, вот прописка. Ну нету в Америке такого понятия, как прописка. Нету его. Почему? Не понимаю. Так приятно. Берешь свой паспорт, приходишь в дом управления, тебе там бац, штампик с пропиской. Красиво так напишут адрес, а может некрасиво, а может он со временем выцветит, конечно, по-всякому бывает. А здесь вот не возьмешь паспорт, не пойдешь и не пропишешься. Как дурак, живешь без этой прописки и думаешь, так, что же делать? Кстати, у меня дочка в Твери два года не может выписаться из нашей квартиры. Я вообще не понимаю, что там происходит с этой пропиской в России. Уж она и доверенности всякие посылала, и письма всякие посылала, но не хотят выписывать ее из квартиры. Не знаю почему. Она им пишет, я там не живу, я в Америке живу. Не хотят выписывать. До суда дело дошло. Адвокат, адвокат у нас там работает. Вроде суд прошел в декабре. А адвокату даже решение суда на руки не дали, нашему адвокату. Ушла судья на пенсию. Дело наше передала, не передала кому. То оно потерялось, то суд прошел, не прошел. Решение суда на руки не получили. А письмо отправили в Америку почему-то с решением суда. Оно опять потерялось. Потом письмо направили там, где моя дочка не живет. А получить это письмо никто не может. Потому что по доверенности почему-то на почте не дают. Там в доверенности не написано, что письмо можно получить. В общем, два года мы уже не можем выписаться. Я так благодарна России, что там есть прописка. Такое понятие прописка, которое человека привязывает к одному месту, не дает ему никуда двинуться. Вот государство как заботится о своем человеке. Спасибо, Россия, что ты так нас мучаешь уже два года. Ну, может, еще года через два-три выпишешь. На том спасибо. А здесь вот вы понимаете, приезжаешь жить в другой город, налаживаешь свою жизнь. Там приходят тебе по твоему новому адресу. Бил там за телефон, за газ, за свет. И вот этого било достаточно, чтобы доказать, что ты живешь именно по этому адресу. Здесь в Америке считается, что не нужна тебе прописка. Если человек заинтересован, чтобы ему все документы, все письма, вся прочая корреспонденция приходила к нему в руки, попадала, ему неинтересно обманывать с адресом кого-то. Или если он хочет получать какие-то бенефиты, или какие-то денежные, или в банке счет открыть. Ему не надо обманывать с адресом. Вот он где живет, он там говорит, и прописка никакая не нужна. Не в паспорте прописка не нужна. Даже, вы знаете, многие американцы и с просроченными паспортами живут, с американскими, потому что ему паспорт-то фактически не нужен. Ну, вот так вот здесь в Америке. Я не понимаю этих американцев, как так они живут, что они тут напридумывали. Черт его знает что. Или вот, знаете, вот устроиться на работу дворником, вот дворником, вот я тут хотела на работу устроиться дворником, думаю, пойду хоть, знаете, снег погребу, или там осенью там листочки повыметаю. Хочется вот дворником поработать. Ну, нет такой должности дворник. Ну, нету дворником. Ой, тоже вот черти что. Вот оказывается, все, вот каждый хозяин, вот, например, или частный дом, вот как здесь, или вот билдинг, вот как здесь небольшой билдинг, вот каждый хозяин вокруг своего дома должен порядок поддерживать сам. Вот порядок должен быть. А или он сам будет подметать, или он наймет какого-то человека, или бригада, как обычно мексиканцев приедут, садовники специально, это уже никого не волнует. Просто должен быть порядок. А если это билдинг, такой шестиэтажный, двенадцатиэтажный дом, то там тоже нету дворников, нет такого понятия, бригада дворников или один дворник. Есть супервайзер в этом доме. Есть как бы старший по дому. Он живет бесплатно в этом доме. За квартиру он не платит, у него служебная квартира, и он может быть всю жизнь там жить. И работать супервайзером. И он вокруг дома убирает. Или он находит себе какого-то помощника. Или, как договорятся, супервайзер с хозяином этого дома. Например, у нас, у нас кооператив, мы договорились, что наш, наш Дима, супервайзер, вы как-то его однажды мельком видели, когда мы снег убирали, как тот снежный Нью-Йорк был, он или сам подметет, или помощник Володи у него подметет вокруг дома. А когда что-то серьезное с растениями или с травкой сделать вокруг дома, приезжает специальная бригада с машины, бригада садовников, которые ухаживают за кустиками, деревцами, подстригают травочку, чистят все. То есть дворников здесь как таковых нет. Ой, вы знаете, конечно, о большом, давайте, может быть, не будем думать, подумаем о мелком. Вот американцы, сами американцы, но не понимаю я их. Вот, например, придешь в какую-нибудь кафешку или в какую-нибудь точку общепита, где, ну, как бы самообслуживание такое. Получаешь, например, тарелочку с едой, потом идешь к специальному столику, это или кофеек, если покупаешь, или еду даже какую-то, начиная с сэндвича и заканчивая салатиками. Есть специальный столик, где ты берешь дополнительно, ну, может быть, сейчас везде, и в странах СНГ такое тоже практикуется. Начиная с салфеточек, можешь взять дополнительный стаканчик, даже можешь взять дополнительную тарелочку, вилочку, ложечку. И самое главное, упаковочки небольшие всяких соусов, соль, перец, сахарный песочек в упаковочке, молоко, сливки, какие-то добавки, если ты кофе покупаешь. Американцы иногда даже вообще ничего не берут, а иногда чуть-чуть возьмут, сколько им надо. А вот наши люди, которые только приехали сюда, или которые не только даже приехали сюда, они так возьмут, возьмут горстку целую, большую, в карман тихонечко положат, в пакетик себе положат и с собой возьмут на дальнейшее. То есть предусмотрительные наши люди. Американцы бестолочи, они непредусмотрительные какие-то. А вот наши даже с собой могут лишнюю вилочку и ложечку взять. А вдруг когда-нибудь потом на пикник поедем, и там пригодится. Вы представляете? Вот наши молодцы люди, а вот американцы глупые, какие-то недальнозоркие, я вам так скажу. А тут мы как-то, ну, давно мы, правда, были на берегу океана. Это не здесь, не у нас здесь на Брайтоне или где-то, а мы на острова ездили. И там вдруг, идем по пляжу, гуляем, вдруг вот черепаха огромная из океана выползла на этот берег. Такая огромная черепаха, такая красивая, может, 100-летняя морская черепаха. Лежит она на этом берегу, и мы к ней подошли, и вместе с нами американцы тоже подошли. Мне так хотелось эту черепашку погладить, потрогать, пощупать. Это же черепашка такая. И что вы думаете? Американцы мне сказали, нет, пожалуйста, не надо. В соответствии с законом таким-то трогать этих животных. Вообще строго запрещается. А я про себя подумала, ну, ни милиции тут нету, ни видеокамер, просто берег и черепаха. Чего ее не потрогать? Нет, ведь не дали потрогать. Я тогда подумала, ох, какие они все-таки вредные, не дали потрогать черепашку. Но пришлось дальше идти, только так сфотографировать. У меня, кстати, фотография осталась. Сфотографировать и дальше пойти. Не солоно хлебавши. Вот так эти американцы живут. Или гуляешь так в парке. Вдруг видеокамера. Кто-то забыл видеокамеру на скамеечке. Вы думаете, что, американец себе эту видеокамеру возьмет? Ха! Он ее возьмет и понесет в бюро находок в этом парке. Честные вот такие они все. Я вообще поражаюсь. Не знаю. Короче, вот такие у нас тут дела с этими американскими. А еще вот этот, вот знаете, номер social security. Вот наши люди думают, каждому американцу присваивается какой-то номер индивидуальный. Он такой, знаете... Так, сколько же там цифр-то? Сейчас я скажу, сколько. Ой, даже не помню. Вот сколько у меня цифр в моем? Три цифры, две цифры, и потом еще четыре цифры. Вот сложите, сколько цифр получать. То есть вот такой номер длинный. И каждый человек даже знает его наизусть. Вот я, например, свой номер наизусть знаю. Куда бы ни пришла, если спросят, я его наизусть знаю. Вот другие... Я помню в России об этом разговор как-то шел, и все люди возмущались. Вот как-то так. Нас пронумеровывать хотят, под номерами нас хотят, чтобы мы жили. А вот в Америке эти глупые американцы радуются, когда им этот номер присваивают. Это номер! Это такой волшебный номер, который дает тебе дорогу в жизнь. Без этого номера ты не человек. Вот прописку здесь отмени, нету прописки. А вот номер должен быть у каждого человека. Без этого номера тебе все пути, все дороги закрыты во всех, во всех направлениях жизненных. Поэтому вот такие они странные американцы дерутся за этот номер. Дайте мне этот номер. Я даже могу на коленях постоять перед кем-то, чтобы этот номер присвоили. И этот номер, без него никуда. Короче говоря, много таких всяких моментов. Сейчас я вас утомлять не буду. Но вот не понимаю я эту Америку. А вот вы ее понимаете? Если кто-то что-то не понимает, то расскажите мне тоже. А вот еще один случай. Ходили мы как-то на рок-оперу. Театр Алексея Рыбникова приезжал. Прекрасно ребята выступали. Юнон и Авось. Ох, там прекрасная музыка, если вы помните, когда князь Рязанов со своей красавицей друг другу в любви признаются. Весь зал просто ликовал. А в конце решили наши зрители отблагодарить артистов и букеты цветов хотели им преподнести. Артисты кланяются на сцене. Наши зрители с букетами подтягиваются. Только на сцену зрители хотели немножко подняться и артистам вручить цветы. А нет! Секьюрити откуда не возьмись. Такие здоровые ребята преградили им путь и не дают эти цветы подарить. Что такое? А артисты-то стоят, ждут. Цветы-то приятно же. А секьюрити не дают эти цветы. И что вы думаете, наши зрители через секьюрити стали эти букеты цветов бросать туда, артистам, на сцену. А секьюрити, как баскетболисты, закрывают руками, закрывают. И в итоге букеты цветов долетели. Ох, какой кран большой едет. Смотрите-ка. Какой красивый кран поехал. И в итоге эти букеты цветов долетели все разлохмаченные, разлохмаченные, разлохмаченные. Ой, нам неудобно, артистам неудобно. Они этого тоже, может быть, не ожидали. А может быть, они уже знают об этом, что в Америке не принято артистам дарить цветы. И в итоге артисты, вот эти вот такие красивые ребята, девушки, собрали эти все цветы, разбросанные получилось по сцене, и ушли такими лохматыми букетами. Мы, конечно, удивились, а потом нам объяснили, что в целях безопасности, а вдруг в этом букете там заложено что-то такое нехорошее для артистов, вдруг отравляющее вещество или еще что-то. Короче, не положено здесь дарить цветы. А и правда, какие бы ни были в Ласкало, я не видела в Ласкало, Метрополитен, я уже про Ласкало думаю, Метрополитен Опера, например, или где-то, ну, в любом другом хорошем зале или на том же Бродвее, чтобы на Бродвее кто-то подарил кому-то цветы после спектакля, я такого не помню. А у нас такая традиция, но, вот видите, не получается. Может быть, конечно, Миллениумы набрать они там, секьюрити таких нету, но вот в другом зале было такое, было. Поэтому, ну, не понимаю я этих американцев. Вот такие они непонятные. Много еще у меня непоняток, но это в следующий раз. На этом я с вами заканчиваю сегодня свою такую вот субботу сегодня можно и пошутить. Еще раз, женщин, я поздравляю с наступающим праздником. Я вам желаю, будьте всегда веселыми, несмотря на то, что у вас вот сегодня или завтра какие-то непредвиденные обстоятельства неприятные. Все это преодолеется. Главное, чтобы стержень у вас был такой вот мы все женщины сильные. Я в своей жизни очень мало слабых женщин это видела на самом деле. И мы все очень красивые, мы все очень умные, мы мудрые, мы женщины с вами самые-самые-самые. Так что завтра наш день, день любви, день тепла, выше нос и вперед с песнями. Давайте, мои хорошие, до следующего раза. А я поехала дальше. Пока-пока. Целую вас. Пока. Пока.